В Израиле 30 лет, ивритом я занимаюсь с далекого 1982 года, со студенческой поры. Преподаю я иврит с 1984 года. Вот мой первый диплом я получил в 1989 году в Москве. Я один из первых официальных преподавателей, кто получил диплом. И диплом, между прочим, среди других подписал Афшалом Кор. Может быть, как-нибудь в следующий раз Натан нам расскажет, кто это такой. Сейчас просто не будем обратить время. Есть у меня его автограф, таким образом. Плюс два диплома израильских. У меня есть свои методы, с которыми я вас познакомлю. Но, наверное, интересно то, что я, насколько я понимаю, единственный преподаю иврит. на материале Торы и молитвенника, на основании наших священных книг. Но при этом преподаю не так, как это делали в Хедерах сто лет назад, а вполне современными методами. Что это такое и зачем, и почему я вам расскажу. Просто дело в том, что мне многократно приходилось иврит преподавать именно в религиозных учебных заведениях. Я не делаю упор на специфику именно библейского или молитвенного иврита, хотя это, конечно, есть. Но я считаю, что материал весьма интересный попадается. И вот сегодня мы этим займемся. Значит, поскольку у нас в этом составе все-таки первое занятие, и я еще не знаю, что вам нужно и что вам не нужно, Натан запустит кукушку минут за пять до конца, чтобы было время выразиться у народа, что подходит из того, что я сегодня давал, и что не подходит, и какие есть пожелания. Сразу предупреждаю, что все пожелания учесть нельзя. Кого-то интересует более глубокий иврит, а кого-то наоборот. Но я постараюсь их учесть. Итак, уважаемые господа, два файла, которые я поставил на Телеграм, и вы можете их оттуда получить. Это выборка, это несколько фраз из недельной главы, которую мы читали на прошлой неделе. Видно ее, да? Вот. И второй файл – это словарь. Словарь в нашей недельной главе. Так. Вот. К этому подойдем. Как пользоваться этими файлами, мы увидим. Теперь обратите внимание, что не здесь, наверное, а вот все-таки здесь. Сейчас вам покажу на этом файле. Вот есть. Так. Что такое? Вот стоит. Вот. Значит, вот есть изучаемые тексты. Есть материалы-источники. Посмотрите их сами. И вот здесь есть весьма интересная статья, которую вы сами можете посмотреть. Это относится к тексту, который мы сейчас будем разбирать. Я всегда заранее ставлю больше материала, чем мы успеем пройти. Вот. Поэтому не удивляйтесь. Возвращаться не будем. На следующий раз будет новый материал. Итак, для тех, кто читает, пожалуйста, читайте вместе со мной. Я сегодня прочитываю. В следующий раз, может быть, я попрошу, если будут желающие из вас, чтобы кто-то из вас прочитал, что написано. Да? И обратите внимание, что вот те слова, которые я выделил зеленым, да, на зеленом фоне, они вставлены в словарь. Вот. Те слова, которые на желтом фоне или которые я не выделял вообще, да, я разбираю, чтобы показать некоторую грамматику иврита. Ту, которая мне попалась. И скажу, что ту, которая мне нужна. Потому что начинать следует с чего-то простого. Да, я сразу вас предупреждаю, что сегодня будет много грамматики, не пытайтесь запомнить. Я ее даю вам не для того, чтобы вы запомнили, а для того, чтобы вы, кто знает, тот вспомнил. Кто не знает, да, он будет знать, что такое есть. Грамматика иврита на самом деле очень простая, исключительно логичная. Так? И это мы тоже увидим. Итак, отрывок из книги Дворим. Дворим – это пятая книга, пятикнижая, как вы знаете. Так? Так, так, так. Это, пожалуйста. Это чат к Натану, да? Вот. Значит, вот это слово «перек» – это глава. Вот это номер главы. Глава номер 21. Записано это ивритскими буквами. Как это читается и что значит, как-нибудь тоже разберем. А, да, вот обратите внимание, что урок я называю 55. Потому что курс у нас шел раньше, но в новом составе мы, в общем-то, подходим по-новому в зависимости от состава группы. Так. Вот. Итак, из этой главы, из главы номер 21, я выбрал несколько стихов, которые образуют одну тему. Тема просто сама по себе интересная. Вот. Кроме того, на материале этой темы мы выучим несколько слов и ознакомимся с грамматикой. Итак, вот это, это, это буква «юд» и «хэт», которая означает 18. Это 18-й, так называемый, стих. На еврейском языке «пасук». То есть, 18-я фраза вот этой главы. Итак, читаю вам, читаю с огласовками. Сейчас мы переведем и будем разбирать. Итак, первое слово «ки». В данном контексте оно означает «если». У него есть и другие значения в «толе». Так. Дальше идет слово «и-и-е». Это будущее время. Будущее время будет. В словаре давайте посмотрим. Так. Так. Переключаю на словарь. Значит, вот есть слово «и-и-е». Я записал вам форму прошедшего времени. Я записал вам форму настоящего времени. Вот это слово, которое звучит как «гаве», да? По идее оно должно означать «есть». «Есть в настоящем времени». Потому что в будущем времени «и-и-е» это будет, а в прошедшем времени «гая» это «был». «Был». Так. Но в иврите в настоящем времени используется другое слово. Слово, которое пишется вот так и звучит «еш». «Ешь». «Есть» имеется. А вот это вот слово используется для обозначения настоящего времени. Итак, для тех, кто знает не только Танах, но и молитвы, я скажу одну фразу, которая включает слова «и-и-е», «гая» и даже «гове». «Вегу-гая», «вегу-гове», «вегу-и-гие». Попробуйте понять, что это значит. «Ве-гой». А можно? Да-да. Извините. А нужно? Ну, простите, что я нагло вмешиваюсь. То есть, это же молитва, по-моему, Адону Лам, да? Это Всевышний. Он был, он есть, он вечно. Верно, верно. Она узнала. Честное слово, я не подсказывал. Так. И что значит эти слова, получается? Что у нас вышло? Он был, он есть, он будет. Но Всевышний. Точно. Да, это про Всевышнего. Да, про его существование. Так. Вот три формы этого глагола. Глагол нетипичный глагол. Вот. Но, тем не менее, вот он такой есть. Еще раз. Значит, вот так вот должно звучать, должно звучать настоящее время. То есть, он есть, но мы используем другое слово. Так. Переходим. Возвращаемся. Возвращаемся к нашему тексту. Так. Кие, если будет ла-иш. Слово иш – это человек. Если будет у человека, или, точнее, у мужчины. Так. Теперь мы можем... Значит, я вам дал ссылку на один из переводов. Да. Имейте в виду, что мы с вами занимаемся переводом дословным. Но он не литературен. Он не причесан. Он некрасив. Если вы увидите другой перевод, да, не удивляйтесь, что там немножко другие слова. И даже есть какие-то отступления от текста. Итак, слово иш. Давайте-ка я посмотрю, может быть, я его выписал. Словарь. Словарь. Нет. Нет слова иш. Хотя я вроде его куда-то засовывал. Ладно, оставим его. Так. Вернемся к тексту. Так. Если будет у человека. Бен. Вот это вот слово Бен означает сын. Теперь два определения. Сорер и море. Да. Значит, слова эти редкие. Слова эти почти не используются в современном в рите. Но слова, тем не менее, дают, слова, на которые ссылку я тоже поставил, дают в рине Бен Сорер у море. То есть один к одному взятый вот из нашего, из разбираемого отрывка. То есть сын бурный и непокойный, буйный и непокорный, да? Бен Сорер у море. Посмотрим, что нам даст словарь. Так. Скажи, Натан, а я могу делать демонстрацию экрана так, что я просто переключаюсь между двумя файлами? Слушай, раньше можно было попробовать. Я не знаю, раньше можно было попробовать. Так, а что я должен сделать? Ну, смотри, раньше была такая штука, что когда ты выбираешь, после нажатия на кнопку Share, да, ты либо выбираешь окно, и тогда это только одно окно. И тогда каждый раз должен выключать и опять открывать. Либо, либо, не выбирая окна, ты нажимаешь, справа внизу была кнопка ОК, либо Share, и тогда ты можешь гулять по компьютеру. Вот, к сожалению, я чего-то этого не вижу. И факт, что это осталось. Очень может быть, что изображение безопасности это не, это убрано. Вот у меня базовые, расширенные и файлы. Только звук... Так, файлы, может быть, вот так? Нет, нет. Пока не вижу этого. Ну, ладно, приходится переключаться вручную. Так, словарь. Вот слово Sorr. Sorr. Помните вы, да? А вот форма его... Вот оно слово Sorr, как оно встретилось в тексте, да? Тот, кто знает буквы огласовки, так его и почитает, да? А вот другая форма, форма, которая читается как Sorr. В чем разница? Дело в том, что очень часто существительное или прилагательное совпадает с одной из форм глагола, например, с настоящим временем. В настоящем времени Sorr – это и непослушный строптивный, и тот, кто является непослушным, тот, кто не слушается, так? Если это глагол, да? Словарная форма глагола – это прошедшее время. В прошедшем времени форма будет вот такая, Sorr. То есть он не слушался. Он был непослушным. Он бунтовал. Вот вам выражение это, Sorr, Море, пожалуйста, да? Теперь слово Море, которое полностью совпадает с словом, которое, возможно, вам известно. Море – это учитель, а Мора – учительница. Но здесь, но здесь, здесь другое значение. Как вы видите, вот даже в словаре поставлена такая римская жирная двойка, да? Слово Море означает бунтовщи. Обратите внимание, что форма похожа, да? Вот возьмите вот это слово и возьмите вот это слово, так? Тот, кто знает, что такое буква и что такое огласовки, да, обратит внимание, что первая буква здесь самых, здесь мэм, и там, и там она огласована вот такой огласовкой О. Голосовка называется холам, так? Дальше идет вторая буква. По случайности она совпадает. И здесь это рэйш, и здесь это рэйш, да? И она имеет огласовку э, здесь это две точки э, цэйрэ, здесь это три точки э, цэгол, да? Вот, но это зависит, на самом деле, от состава корня. Так, и третья буква, здесь это рэйш, здесь это эй, который не звучит, да? Получается, похоже, что они сорэр и морэ – это не случайно. Но, не случайно, в данном случае мы можем это перевести как прилагательное, буйный и непокорный, можем перевести как настоящее время, то есть тот, кто буянит и тот, кто не слушается, да? Можем даже перевести существительным, то есть буян и кто не слух или как-то вот так. Вот еще раз выражение, которое один к одному взято из нашей недельной главы. Бен, сурэр, омурэ. Что означает вот эта вот буква «заин», да? Это род. «Заин» – это мужской род. Поскольку слово «бен» определяющее слово, да? Мужского рода, то и к всему выражению вот этот «заин» тоже относится. Прелестно. Мы можем еще обратить... Эти два слова все-таки, это вот совершенно, ну я не знаю, атавизмы нехорошие, но в современном иврике просто они не присутствуют. Хотя это выражение сурэр, омурэ, оно нормальное, но оно встречается, это говорят. Но в том смысле, в котором это как бы в тексте Торы, этого нет просто ссоры. Отдельно эти слова я действительно не встречал в устной речи, даже не слышал у дикторов. Но выражение это есть. Точно так же, как, например, в русском языке есть выражение «мысью», «древу», да? Но мы не используем ни слова «мысь», которое означает «белка», и ни слова «древо», мы вместо этого говорим «дерево», верно? Да, так что это вот устойчивое выражение, скажем так, взятое мы знаем откуда. Теперь обратите внимание, что слово «мар» означает «горький», «мара» – не подчиниться, не послушаться. Вот, сам словарь показывает, что это слово довольно редкое, да? Так? Вот, и слово, значит, от этого корня мы чуть позже встретим. И давайте сделаем так. Кто сообразит, кто догадается, что мы сейчас разбираем слово однокоренное вот с этим, да? Тот нам скажет первым. И ему, Коля, кого-то. Да, пряники я не обещаю. Идем дальше, идем дальше по нашему тексту. Так. Дальше. «Эйнэну». «Эйнэну» – это не что иное, как слово «эйн». Что означает слово «эйн»? Означает отрицание. Он не, да? «Эйн ли у меня нет?» «Не имеется», «отсутствует», да? Теперь это слово имеет формы в зависимости от лица. Я очень вас прошу, поскольку я преподаватель, и этим занимаюсь уже, можете сами посчитать, сколько лет, да? Я использую термины и категории грамматики. Например, род мужской и женский. Например, первый, второй, третий лицо. Вы не обязаны это помнить. Пожалуйста, если что-то непонятно, я с удовольствием объясню. Иначе, иначе вы постесняетесь задать вопрос, и вам будет непонятен весь дальнейший материал. Я иногда просматриваю, да, действительно, чат, да? Вот. Но проще поднять руку и спросить в голос. Какое есть значение слово «морой»? Да, учитель, да, так оно и есть. Но поскольку словарь показал, что это другое значение, да, будем считать, что они не однокоренные. Хотя, я вам скажу по своему опыту, быть учителем не очень сладко, да? От слова «мор» вполне возможное образование. Это не похоже, то есть, есть оттенок боязни, страха? Гора А и Тора, да. А Гир А вряд ли. Так, значит, Эйне Ну. Это значит «он не». В современном иврите почти не используется, да? Но если да, то в форме Эйно. Гу О Эйно Шомея, он не слышит. А здесь использована вот такая форма Эйнейну Шомея. Теперь возьмем вот это вот слово, так? Здесь буква «шин», да, буква «шин» имеет две формы, две независимые формы. У одной из них стоит точка с правой стороны, у другой с левой стороны, да? А здесь мы видим, что буква «шин» имеет две точки. Так что это, «шин» или «син»? Кто догадается, как нам узнать? Шин. Шин, почему «шин»? Шин и огласовка «о». Правильно, совершенно верно, совершенно верно. Каждая буква должна иметь огласовку. Где огласовка у этой буквы? Внизу мы ничего не видим, да? После нее тоже ничего. Вот эта вот точка, вот эта точка над левой ветвью, да? Она может быть огласовкой. Значит, справа стоит та самая точка, которая определяет это у нас «шин» или «син». Если эта точка справа, то «шин». Итак, буква «шин» имеет огласовку «о», получается слог «шо». Дальше идет слог «мем» и огласовка «э». А дальше идет буква «ойн» и огласовка «атах». Получается слово «шомеа». Слово «шомеа». Может быть, вы знаете. Вот, если кто-то не догадался, подскажу. Слово «шомеа». Это настоящее время. Вот «шма» и «сраэль» – это императив, то есть повелительное наклонение «слушай», точнее, «слышь». Израэль, так. Вот, словарная форма, словарная форма «шама». Он слышал. «Эйнэну шомеа». Так, где мы? Так. «Бе коль авив, увы коль имо». Прежде всего слово «коль». «Коль» – это голос. Есть другое слово «коль», которое пишется вот так. Мы не различаем сейчас их по звучанию, только по контексту. «Коль» через «куф» и «вав» – это голос, а слово «коль», которое чаще встречается и пишется вот так, означает «всякий, каждый». Так. Дальше. Почему у нас написано «бе коль», «шомеа бе коль». Потому что это значит «слушаться», то есть «слушаться» и «проваться». «Шомеа бе коль авив» – слушаться голоса отца. «Ум ве коль имо» и «голоса матери». Теперь вот слово «авив». Оно не имеет отношения к «тель авиву» и пишется оно иначе, да? А означает оно «отец его». Образовано оно от слова «ав». Вот слово «авив», вот слово «ав» – «отец», или «аба», «папа». Аналогично, сразу посмотрите. «Имо» – это значит «мать его», от слова «эм». «Эм» – это «мать», а «има», вот так пишется, это «мама». Итак, возвращаемся к нашему тексту. «Не слушается голоса отца его и матери его». Дальше слово «ва-ис-ру» – «отто». Смотрим словарь. «Сар» – «отклоняться», «отворачиваться». «Я выписал вам форму, которую мы встречаем». Вы скажете, где? «Весар тем». Продолжаем. «Ва-бадатем эллуим ахерим». «И вы отклонитесь, вы отвернетесь». Это из «шма», из второй части «шма». Так, прежде чем перейду я к следующему слову, да, к следующему слову, я скажу вам, что как раз вот это вот слово «сар тем», да, я считаю однокоренным со словом «сорер». Как-то я в курсе объяснял, что такое бывает. Если в корне первая буква, вот здесь самых, а вторая буква и третья буква совпадают, и вторая буква – это «рэш», и третья буква – это «рэш», да, то могут они склеиваться, то есть используется только первая и вторая, она же третья, да. Смысл понятен, почему эти слова однокоренные, почему, чем смысл сходен. Прекрасно. «Ото», вот оно слово «ото». Слово «ото» – это не что иное, как слово «эт», которое означает «кого», «чего», да. Вот так вот оно пишется, «алев» и «тав», под «вукой «алев» стоит огласовка «сегол». «Сегол» – это три точки, да. А что такое «ото»? Это значит «кого». «Его». То есть мы берем вот эту вот форму, да, и пришпандориваем к нему местоименный суффикс, который указывает на третье лицо, единственное число – мужской род. При этом в слове «эт» огласовка «э» меняется на огласовку «о», и мы слышим «о-то». Так, продолжаем, продолжаем разговор. Так, уважаемые граждане, я что-то не слышу вопросов. Все понятно? А можно спросить, а тут идет речь о том, что «ото» – это же его, а его – это кого? Там же речь о том, что сын не слушает родителей, а тут кого-то его... А, сейчас повернемся, сейчас хорошо разберу, да. Пожалуйста, задавайте вопрос, я только рад. Можно такой вопрос? Вот «ему» – это его мать, а «вив» – почему не «во»? Да, хороший вопрос, это исключение. Тут ничего не скажешь, да. Вот с словами, которые означают родственные отношения, исключений много. Так, отвечаю на вопрос, перевод такой. «Яси будет у человека сын, да, буйный и непокорный, и не слушает голоса отца его и голоса матери его, ваисру отто, и буквально наставляли его, то есть кого его? Сына, сына». Здесь это уже разговор о нем, да. Дальше. «Вело-ишма-алихем». Слово «ло», которое пишется вот так, «ламет-алиф», а голосовка там вот эта вот точечка наверху, которая звучит «о», так же, как, например, вот здесь буква «вав» с точкой наверху, да. «Вело-и-ине», вот что это значит. А вот это вот слово «ишма», которое однокоренное, ну, посмотрите сами, к слову, которое мы разбирали, «шо-ме-а». Почему? Смотрим на буквы. «Шин-мэм-ойн», да. И здесь «ишма». Да. Мы обращаем внимание, сравнивая слова, только на буквы. На буквы, а не на огласовки. Еще раз обратите внимание, «шо-ме-а» и «ишма». Может быть, вам кажется, не очень похожи друг на друга, да. Но если мы возьмем согласные, да, то есть буквы, «ш-м-о» и «ш-м-о», да. Что вот это за «и» в начале? Это префикс будущего времени. То есть не услышит и не услышит «а-лей-эм». Еще одно слово. «А-лей-эм» я покажу вам. Образовано от слова, так, вот слово «ишма», кстати. А вот слово «а-лей-эм» образовано от слова «эль». «Эль» – это значит направление, то есть указание на кого-то. Так, а то, что прибавлено к нему, вот он, суффикс «э-эм», да, показывает на третье лицо множественное число, ну, в общем-то, мужского рода. То есть к ним он не слушает их. Итак, что у нас получилось? Вы не потеряли смысл за множеством слов, да? Есть сын, буйный и непокорный, да, не слушает отца и мать, и его предупреждали, и не слушается, и не будет слушаться их, даже так. Да, слушаю, Владимир. Скажите, то, что в Талмуде написано вот это слово «сорер» – «ваисру», покажите его. Вот так, вот это? «Ваисру», да. В Талмуде написано, что одно из значений – бить плетью. Но другие мудрецы говорят, что, может быть, не обязательно плетью, а можно еще и словами. И получается, что все, что мы здесь написали – это немножко не Танахический иврит. Они его наставляли, они его учили. Учили они его по-разному. Может быть, палкой, а может быть, словами. То есть, ну… Ну, я вам скажу так. Я беру слова в основном значении, то есть из словаря. Могут быть такие значения, которые сейчас уже потеряны, либо очень редко используются и не вошли в словарь. На то он и Талмудсов все это объяснять. Есть и комментарии… Нет, смысл тогда… Непонятен смысл, потому что вы сейчас вот перевод нам написали, САР, который не соответствует тексту в оригинале. То есть, нужно… Сейчас, одну секундочку, отойду. Да, конечно. Дим, подожди, а почему? Ласур, в смысле… Вот я нашел просто по гугле. Ласур написано «Зазоцида», «Шинает Дарко». Ну, как бы… Вот человек, который уклоняется от утии. Зазоцида. Скажи, пожалуйста, это какой… Я сейчас хочу найти все переводы. Ласур, Ласур. Ласур, мне кажется, близко. Это какая глава у нас? Это какие-то С, это С… Это какие-то С, да. Двадцать первая. Да. Двадцать первая. Пленная женщина, непокорный сын. И какой пасук? Что-то в районе… Сейчас я могу посмотреть. Восемнадцатый. Восемнадцатый, да, да, да. Значит, смотрите… Я смотрю на сифари, там перевод дают, дисциплины. Дисциплинируют, наверное, так включают все возможные нюансы. Досифон, он переводит «наказывали». Кончина переводит «наказывали». Гирш переводит «будут наказывать». Бурфинкель переводит «наставляли его». Тарамицион, Равьон Олевин, он переводит «будут учить его». Мандельштам переводит «накажут его». Синодальный перевод «накажут». То есть это били его палками, либо словами. А как мы тогда ваш перевод можем здесь использовать? Ну, я, по-моему, перевел это как-то типа «наставляли». А что нам словарь дает? У нас отклоняться, отворачиваться. Да, да, да. Честно говоря, не знаю, почему это так. Да, я действительно не обратил внимания, что словарь немножко здесь не соответствует смыслу. Но это вот то, что дает словарь. Хорошо, принято, принято. Так, тем не менее, движемся дальше. Следующий посок. Следующий посок. Вот он. Вот это номер 19. Давайте обратим внимание, что здесь очень много слов кончаются на «о». Что это такое? Это суффикс, указывающий на третье лицо единственного числа мужского рода. Так. То есть, сейчас мы увидим. Слово «товсу» дает нам словарь. Тут, наверное, я немножко, как это называется, угожу Диме, поскольку я выписал не первое попавшееся значение из словаря. Можете посмотреть сами. Первое значение не подходит. «Тафас» – схватывать, захватывать. «Литфос», оказывается, это инфинитив этого, да, потому что есть еще и другое значение, которое еще меньше подходит. Ну, я уже забыл, какое там значение дает нам словарь, да, и взяли его, и, ну, просто заставили его силой, да. Что с ним сделали? Так. Так, обратите. Это вопрос. А? У меня вопрос. Перед этим словом слово из двух букв. Первое «юд». Маленький так, где буквально. Вот этот «юдхэт», да, я объяснил. Это номер фразы. А, понятно. Так, вот здесь «юдхэт» – номер фразы. Как вот здесь «кафалев» – это номер главы. Да, понятно. Там, где нет огласовок, не обращайте внимания. Есть еще служебные пометки, да. Значит, вот корень. Корень «тав», «фэй» и «син». Что перед этим стоит? Соединительный союз «впэ». И. Что стоит после этого? Суффикс «у», который указывает на множественное число. И буквально взяли его или схватили его. Так. Теперь слово «во» тоже разберем. Хотя это слово состоит всего из двух букв, да. По сути, это даже два слова. Это слово «в», точнее «б», что означает, что образует творительный падеж, обычно творительный падеж, либо показывает «в» внутри чего-то, да. И второе – это вот он префикс, который, я вам сказал, показывает на слово «он». Тавсу «во», получается, схватили его. Схватили его. Вы же перед этим говорили, что суффикс «у» указывает на множественное число, а перед его эти как «ево». Это множественное число, да. А «о» – это «он». Теперь слово «авив». Вот у нас уже было, мы разбирали, что значит «отец его». Вообще «во» как-то странно, да, потому что должно быть то все «то». По идее, как бы… И типично. Мы бы сказали «отто». Ну, тоже не посмотришь. Да. А «вив» – ему, отец его и мать его. Так. Дальше. Ве, го, ци, у. Мы снова видим здесь «ве» в начале «и». Мы слово видим здесь «у», то есть множественное число. И посередине слова «го, ци», давайте я вам покажу словарь, да. Ле, го, ци. Го, ци – вытащить, вывести. Так. Это слово «ве, го, ци, у» означает «и вывели, и вы», точнее, «и выведут его». Будем мы запоминать это слово? Вопрос провокационный. С одной стороны, это слово полезное, да. Например, я скажу вам, что в благословении «гамо ци лехем мино аарец», да, это то же самое слово, просто оно в настоящем времени, да. Ве, го, ци, у – это «и вывели», точнее, «и выведут». Почему так в будущее время или в прошедшее время, я не буду останавливаться, да. А «гамо ци» – это тот, кто выводит, да. Не будем запоминать эту форму, потому что корень здесь, вот он какой, юд, цади, алиф, да. Мы видим здесь, буква юд выпадает, но из-за нее здесь появляется огласовка «о». Это разбирать тоже не будем. А вот две буквы корневые, цади, которая вот она, и алиф, которая вот она. Так, я надеюсь, что даже вот, когда я упоминаю буквы, это тоже будет какая-то польза тем, кто алфавит пока не выучил. Так? Так вот, есть корень со значением… Просьба к участникам, выключайте микрофон, пожалуйста. Да, да, я стараюсь, да, я стараюсь. Когда не говорите. Как в тире, как в тире. Понятно. Народ меня иногда обгоняет. Я хочу вам сказать по поводу вот этих двух форм, да. Вот это, что такое? Это активный глагол. Глагол в активной форме. То есть он сделал сам. Что он сделал? Он вышел. Вот это тот же глагол в каузативной форме, да. Такое слово, возможно, вы не встречали. Что это значит? Это кто-то сделал так, чтобы он вышел. Кто-то его оттуда вывел. В иврите используется вот такое правило. Есть глагол, который означает «что-то сделал сам», и можно от него, во многих случаях можно, образовать глагол со значением «его заставили сделать это». Например, например, он написал, да, а каузатив от этого, как сказать по-русски? «Я сделал так, чтобы Дима написал какое-то слово». Дима скажет? Продиктовать. Я продиктовал Диме это слово, совершенно верно, да. В русском языке это совершенно разные корни, эти слова неродственные. А в иврите они используются один и тот же корень, но в разных формах. Вот слово «яца», что означает «выходить», а слово «оцы» означает «выводить», «вывести», «вынуть». Так? Вот мы с вами еще с одним правилом познакомились. Не обращайте внимания, уважаемые дамы и господа, на то, что я вам рассказываю, много правил. Я не считаю, что вот я вам рассказал, и вы это запомнили, и вы теперь этим будете пользоваться. Я понимаю, конечно, что в лучшем случае где-то там у вас в глубине памяти осело, что вот есть, оказывается, и такой феномен. Так, продолжаем. Секунду можно, секунду можно для общего образования. Вообще вот однокоренные слова с «леоцы». Во-первых, есть «оцаот», те, кто занимаются бюджетами, всегда есть две таблицы, правильно? Есть «ахнаслот», это «приход», и есть страшная статья другая, называется «оцаот». Окей? Сход. Очень сохраненное в иврите – это «эйн муца», или, например, «дэрэх лэло муца» – это то, что называется «тупик». А всякие песни с пессимистическим направлением духа – это вот «эйн муца», «эйн муца» – это «выхода». Ну, я бы рассказал интересную историю, но время поджимает, относительно того, что в московском метро полно антисоветских лозунгов. Нет выхода, нет выхода, выхода нет. Нет выхода, да-да-да-да-да-да-да. И еще, и еще, совершенно как бы лавдель не к тому, что мы изучаем, но, тем не менее, фирма, которая занимается установкой химических туалетов, вот она называется «Муцао». Так что это тоже на тему. Как называется, Юр, слышал? Муцао, что-то такое, химический туалет. Вау, да. Ну-ну. Так, теперь слово «отто», которое мы разбирали, это значит «его». Теперь вот слово «эль». «Эль» – это «к чему-то», к чему-то, да? У нас это слово тоже было. Было оно в форме «алей-эм». Посмотрите внимательно. Вот сюда и сюда, да? «Алиф» и «ламед», да? Хотя есть и другие значения, другое слово, скажем, которое пишется этими буквами, да? И даже два слова. Вот. Здесь они родственные. «Эль» – «к кому», а здесь «элей-эм» – это «к ним». Дальше идет слово «зикней». Корень «заин куфнун» означает, во-первых, «борода», и, во-вторых, «старец», да? Может быть, даже в значении «мудрец». Я ни на кого не намекаю. Вот. Я себя вовсе считаю молодым человеком, да? А «борода» – это, ну, случайность, это данность. «Наблис аблидж». Так вот, слово «закан» – это «борода», «закен» – это «старик», да? Вот мы видим, да? А что такое «зикней»? Это множественное число «закейним», то есть «старцы», так? «Старцы», «старейшины», «главы», а также «деды» и «мудрецы». Так, хорошо, вернемся к тексту. Ё-моё, так, вернемся к тексту. «Зикней Иро» – вот это вот слово означает «его город». Слово «ир» – это «город», так? Так, вот так оно пишется. А вот слово «иро» – это «город его». Почему? Потому что мы добавили «о». Так, есть «чат». Есть, верно. Совершенно верно, это разные слова. По контексту, и я не требую от вас читать Тору и сразу все понимать, но когда вы смотрите в текст Тору ивритский и в перевод его на русский язык, вы уже сможете это понять. Это я отвечаю на чат. Значит, если можно, тот, кто не знает иврит, тот, кто не знает, извините, буквы, может сказать или написать в чате, есть какая-то польза от того, чем мы сейчас занимаемся? Или совсем это не мимикасы? Да, есть. Есть. Прекрасно. Я тоже считаю, что есть. Есть и, в общем-то, не нулевая. Так. Далее идет слово, которое вот я здесь вам покажу. Шаар означает «ворота». А дальше идет слово «мекомо». От слова «маком». «Маком» – это «место». «Мекомо» – «место его». Посмотрите сюда. Вот буква «мэм». И вот буква «мэм». И вот буква «мэм». И вот это вот тоже буква «мэм». Софитная форма. Здесь буква «мэм» не является последней в слове и пишется вот так. Когда буква «мэм» стоит последней в слове, она пишется несколько иначе. То есть, это вот одна из пяти букв, которые имеют софитные формы. С этим, будем считать, тоже познакомились. Итак, что нам говорит текст? Так. «Вээль» и «к» в шаар воротам «мекомо» – «место его». Ну, то есть, очевидно, того же города. Дальше фраза. «Вээмру эль зикней иро» – «и скажут старейшинам города». «Эль» знаем, «зикней» знаем, «иро» знаем. «Вээмру» – мы, наверное, слышали, многие слышали вот этот корень. «Алиф мэмрейш» – это значит «сказать». «Вээмру» – «и скажут старейшинам города». «Бнэйну» – это не что иное, как слово «бэн», которое имеет суффикс вот такой «ну». Есть суффикс просто «у», есть суффикс «ну» и следует различать, да? «Бнэйну» – это сын наш. «Зэ» – ну, в данном случае этот. А дальше идут слова, которые мы знаем. «Сорэр» – «уморэ» – «буйный и непокоенный». «Эйнэну» – «онне». «Шомэя» слушает. «Бэколэйну» – слово «коль нам встречалось» – это голос, да, вот оно. Здесь, правда, стоит «вав», а здесь мы обходимся без «вава», просто точка наверху, да? «Бэколэйну» – мы знаем, что «ну» – это наш. Что получается «бэколэйну»? «Голоса нашего». Теперь слово «золэл» посмотрите в словаре сами, да? Это «абжора». «Совэя» – это «совэ», точнее, «пьяница». Я все-таки покажу вам немножко в словаре, что есть два слова, похожие по звучанию. И похожие по смыслу, да? Вот слово «золэль» – «абжора». Вот есть слово «сова» – это тот, кто напивается до пьяна, а есть слово «сова», что означает «наедается до сыта». Какое это отношение имеет к птице «совэ» и к депутату Кнесета по фамилии «сова», мы можем только догадываться. Прошу без обобщений. Так. Насыщаться, утолять голод и так далее. Так. Вернемся к тексту. Вернемся к тексту. И хотя бы еще одну фразу вкратце разберем. Так. «Ургамугу» – слово довольно редкое. В словаре «посмотрим». Я хочу сейчас прочитать эту фразу, да? А потом мы еще возвращаемся к словарю, да? И буквально убьют его, побьют его камнями. То есть побиение камнями. Обычно Тора использует другой корень. Да? Какой? Кто-то знает? Слово «скела», да? «Скела». «Самех куф ламе». Я не помню. Здесь используем корень с тем же значением «рэйш гимен мэм». Оказывается, есть и такое. «Ургамугу» и убьют. «Коль аншей» – все. «Люди». Слово «аншей» посмотрим в словаре. «Иро» – города его. «Бааваним» – слово «эвен». «Эвен» – камень. Обратите внимание, что слово «эвен» – женского рода, да? «Но», «но», «но» не имеет окончания женского рода. И даже в множественном числе используют суффикс «им», который более свойственен мужскому роду. Тем не менее, «эвен» – женского рода. И буквально получается. «И забьют все люди города его камнями» – «во мет» – «и умрет». «Уви арта гора ми кир беха» – «и устранишь зло из среды твоей». Не будем сейчас разбирать, потому что время уже поджимает. «Веколь Исраэль» – «и весь Израиль», «весь еврейский народ». «Ишме У» – обратите внимание, и тот же корень «шин мэм айн», что и вот здесь, да? «Услышат», потому что мы с вами встречали, что вот этот префикс означает «будущее время», а этот суффикс означает «множественное число». «Услышат», они услышат. «Ваир У» – «и У боятся и испугаются». Вот здесь тот корень, который вспоминал сегодня Натан. «Юд Рэйш» означает «трепет», «боязнь». Сейчас посмотрим, в словаре я покажу вам. Да, Дима, я вижу, мы сейчас к этому перейдем. «Словарь» – «рогам» – «забрасывать камнями». «Би Эр» – «устранять», «уничтожать». Вот слово «ра» – «плохое», «все плохое», «все злое». «Ми Кирбеха» – вот это вот слово. Вот у него есть корень «куф Арейш Бет», то есть «внутренность утроба». «Ми» – это значит «из», а «ха» – это значит «твой». Получается «из среды твоей», «из внутренности твоей», то есть «из народа твоего». Хорошо, мы разобрали первый отрывок. Вот вам словарь к третьему отрывку, потому что во втором я даже не нашел, какие слова выписать. Второй отрывок, я просто скажу пару слов буквально. Значит, есть шесть мест в Торе, на которых сказано «помни». И есть обычай, не общепринятый, но все же он есть. Значит, вот эти шесть отрывков из Тории повторять каждый день, потому что сказано «помни». И два из них находятся в нашей недельной главе. Один, вот он. «Захор» – это «шер аса», «ха» – я выделил здесь имя Всевышнего. «Помни, что сделал, хоть Бог твой, ла Мирьям». Кому он сделал? Мирьям, то есть «сестре Моисея». «Бедерых цейтхэм и Митраем» – «в дороге, в выходе твоем из Египта». А второй отрывок – это отрывок об Амалеке, «Захер Амалек». Это отрывок, который мы читаем вблизи Пурима. Вот он, но мы сегодня разбирать его не будем, а словарь я вам предоставил. Так, господа, я обещал время на вопросы и на впечатления. Дима, что-то хотел, слушаю вас. Вы прочитали «вомет», то есть вы прочитали как «камацкатан» или вы с кинодским акцентом? Нет, спасибо, Дима, вы меня поймали. Дело в том, что в иврите суффикс «бэ» перед «мэм» должен читаться как «у». И я, что называется, макпид, я всегда стараюсь это. Это я отмечаю, если кто-то сказал неправильно, но исключение такое, что если этот суффи, этот Соединительный Союз имеет огласовку «камацкатан», то тогда он остается как «ва», то есть «вамет». Это, конечно же, нормальный «камацкатан», но поскольку я привык читать пашкенатский, я его прочитал пашкенатский, чтобы выделить, что это не потаха, а именно «камацкатан». Это проверка нас на бдительность, получается. Да, будем считать, что так. Да, господа, впечатления мне не очень важны, во-первых, мне самому, а во-вторых, чтобы мне понять, куда сместить. Что добавить, что убавить. Спасибо. Я разбирала слова по словарю, то есть буквы понимала какие-то. Ага, прекрасно, прекрасно. Значит, что делать тем, кто еще не знает буквы? Я пару советов дал вначале. В следующий раз я даже расскажу, как наш курс может быть использован для изучения букв. Так, хорошо. Спасибо большое. Мне хотелось заметить, что читать может быть чуть-чуть помедленнее. Помедленнее, понятно, понятно, согласен. Скорость переключения. Я очень бегу, бегу, не успеваю. Понятно, понятно. Так. Мы будем читать медленнее, но вы постарайтесь добегать и догонять нас. У меня все-таки вопрос по слову «море». Море, да. В одном случае переводится «учитель», в другом случае «бунтовсик». Как понять, когда и как надо переводить это слово? Понятно. Смотрите, например, вот два слова с корнем самых «рейш» или самых «рейш-рейш». Я привел к единому знаменателю. Это действительно практически одно слово, которое имеет, ну, может быть, чуть разные значения, но разные формы. В одном это так существительное, в другом это глагол. Да, это понятно. А, значит, «море» и «море», будем считать, что это два слова, которые случайно совпадают. Я не утверждаю, что это случайно. В обычной речи «море» – это 100% учитель. Вы никогда не встретите в современном иврите, вообще в иврите, чтобы говорили на тему «море» – это бунтовщик. Бунтовщик – это «мардаан», «мерет» – это «стандарт», это «бунтарь», что-то из этого. «Море» – это всегда учитель. Если я захочу сказать «бунтовщик», я, конечно, скажу, использую корень «мерет», да? Да, «мардаан». Потому что, если я скажу «море», это будет воспринято однозначно как учитель. Меня просто не поймут. Да, «мардаан». То есть, смотрите, связи могут быть, просто мы их не знаем, а может быть, их кто-то и нашел. Может быть, в каких-то комментариях и указано, да? Какие-то объяснения даются. Я не утверждаю, что их нет, но я говорю, что мы пока можем их не принимать во внимание. Можно сказать о том, что «море», буква «м» не является корнем? Вот в чем вопрос. Это два абсолютно разных слова, которые в данном контексте, они, ну, похожи. Но это два разных слова, два разных глагола, два абсолютно разных корня. Разных корней, да? Да. Да, да, да. В слове «море» – учитель, «мем» – это практически префикс, да? Образующая форма. По-русски учитель – это которое все-таки связано с чтением, правильно? Но и видите, это, по-видимому, все-таки больше связано с тем, кто указывает. Леорот. Да, леорот. Да, кто указывает, куда надо двигаться. Понятно. Понятно. Спасибо, спасибо. Так, на здоровье. Значит, с Божьей помощью я жду вас всех, вот, а может быть, вы еще кого-то пригласите через неделю, да? И, в общем, какие-то замечания я постараюсь учесть. Я выберу отрывок, может быть, из недельной главы, может быть, я найду что-то другое. Мы можем брать отрывки, скажем, и по вашему выбору, если вы меня попросите. Вот, и разберем, значит, на основе, значит, на основе следующего отрывка еще узнаем какие-то слова. Значит, смотрите, я, значит, наш курс не ставит цель выучить всю грамматику последовательно. Иначе я начал с чего-нибудь простого, с очень простого. Вот, но к этому мы тоже подойдем. Тогда у меня пожелание. Книга Дворим, первый стих. Что-нибудь противное там, вот, как это понять на следующий раз? Сможете объяснить? Я не понял вопроса еще раз. Дворим, самое первое слово? Да, 24 стих, там есть, если найдет муж-жене что-нибудь противное. Вот, что-нибудь и противное, как вот понять на оригинале, что имеется в виду? Противное? А-а-а. Ну да, там вещь идет о том, что о разводном письме. Так, знаете что, это Андрей, да? Да-да. Пришлите мне ссылку, я все-таки не понял, о каком стихе идет речь. Я посмотрю, да. Книга Дворим, глава 24. Первый стих. 24 на 1. Ага, понятно, понятно, хорошо. Хорошо, я посмотрю. Ладно. Я хотел маленькое объявление, но оно в тему. Смотрите, вот вы сейчас уже подготовились, как бы, с точки зрения грамматики к недельному разделу. Я вас всех приглашаю, и те, кто будет слушать эту запись, тоже. У нас послезавтра, то есть у нас сегодня Йом-решел, соответственно, в Йом-шлиши во вторник, в 8 часов у нас будет как раз разбор вот этого недельного раздела, и в том числе вот эта тематика, которая была Бен Сурера-Муре, мы будем обсуждать с концептуальной точки зрения, с точки зрения актуальности для нас, современных живущих. Я всех приглашаю. Теперь вы можете выступать в качестве просто специалистов. А ссылку пришлете? Что-что? Да, конечно, в чате будет, да, конечно, в чате будет обязательно. А в каком чате будет это? Во-первых, во всех чатах, и в общем чате, и в чате этого курса. Вы можете, если вы вообще не участвует в наших чатах пока что, можете присоединиться пока что к чату вот этого курса изучения Торы, там обязательно тоже будет сообщение. Хорошо. Окей. Хорошо. Ну, я знаю ответ на этот вопрос, который вы задали, Андрей. Ну, давайте тогда мы уже ответим на него. Да, давайте. Во вторник. Давайте. Не делай спойлер. Да, там нет слова противный. Там нет слова R2, я посмотрел, да? Там есть просто не находит симпатичности. Ломаться хэнбо и нах. А, так, ребят, не надо спойлер, но мы должны людей затаскивать, а не как бы это самое, разбивать вот всякие причины для присутствия. Хорошо, мы на этом заканчиваем. Раф, Илья, огромное спасибо.